Вот самый простой аппарат мой, поэтому я и говорю, что собрались красить, берете граковский соплодержатель. Вот этот пистолет еще родной. Сегодня, парни, бомбезный, огромный ролик, все о безвоздушной покраске способов, все, что вспомню, все рассказываю в сегодняшнем ролике, поэтому смотрите обязательно видео до конца, будут все моменты, с которыми можно столкнуться на покраске, на покраске с безвоздушника. Погнали! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал о ремонте и отделке Просим Нарбрест. Меня зовут Юрий. Сегодня хочу затронуть с вами просто вот такую огромнейшую тему. Это безвоздушные способы нанесения краски, различных материалов, сами аппараты и все-все-все об этом. То есть расскажу вам, вот что знаю, то и расскажу. Присаживайтесь поудобнее, поехали! Поговорим сегодня о том, как выбрать аппарат, какие аппараты там бывают, фирмы, бренды, что нужно учитывать при выборе аппарата, о соплах, о давлениях, о всем-всем, что вот можно захватить. Ролик, скорее всего, будет не короткий, поэтому кому это интересно, кто для себя решил все-таки перейти на безвоздушную покраску, повысить качество, смотрим внимательно. Итак, как же выбрать аппарат? Во-первых, самый главный, основной параметр, вы должны для себя определить, для чего вам нужен аппарат безвоздушного нанесения, так как аппараты бывают маломощные и высокомощные. Если вы решили для себя только заниматься покраской, в принципе, вам тогда достаточно аппарата, начиная с характеристикой по производительности, где-то от 1,8 литра. То есть в большинстве своем случаев такие аппараты краски будут тянуть. Но если у вас запросы чуть-чуть побольше, то есть вы хотели бы еще наносить какие-то клея и спецгрунты, то здесь уже стоит посмотреть в сторону аппаратов с производительностью от 2,5, 2,7, 3,1 литра в минуту. Если же у вас стоит задача только в нанесении краски, интерьерной краски, то есть вам нужно, у вас основной такой подход к малярке, то есть это где-то какая-то пошпаклевали, покрасили, то вам достаточно, в принципе, такого, как у меня малыша, DP6318. Вот самый простой аппарат мой. Поэтому здесь, если мы только красим, то, в принципе, могут быть аппараты где-то от 1,8 литра в минуту. С красками эти аппараты справляются, слава богу, на ура. Итак, что же касательно бренда? Скорее всего, вы зададите вопрос. Слушай, а какие лучше, какие хуже, что, где и как там? Сейчас уже даже китайские аппараты, в принципе, выдают достаточно неплохие результаты и достаточно качественно сделано. Если же вас интересуют такие бренды, как Грака, Вагнер, Титан, то готовьте сразу же выложить немаленькую сумму денег. Да, эти аппараты ходят, тут плохого вообще о них ничего не скажешь. Но они стоят, соответственно, дороже. Поэтому посмотрите в сторону чего-нибудь среднего, типа там ASPRO, типа DP, HTEH, HVST тот же. Все эти аппараты сейчас, в последнее время, они довольно неплохо себя показывают. Поэтому здесь уже все будет зависеть от вашего кошелька. И правильнее будет, наверное, поговорить о том, на что стоит обратить внимание при покупке безвоздушного аппарата. Значит, по производительности мы с вами поговорили. Когда вы определились для себя, какие задачи должен выполнять аппарат, можете смело смотреть на характеристики аппарата и делать какой-то выбор. Что я бы посоветовал? Я бы посоветовал, если же мы берем, допустим, не какой-то там брендовый аппарат, не Грака, не Вагнер, берем, допустим, какой-то, ну, хороший середнячок, там, тот же ASPRO или DP, мой вам совет, посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на компенсационную колбу. Для чего нужна компенсационная колба? Компенсационная колба, вот именно вот этот вот цилиндр, в котором находится дополнительный фильтр и куда подключается сам шланг, она убирает пульсацию факела. То есть, чтобы было понятнее, в компенсационной колбе создается чуть дополнительное давление. То есть, если где-то у нас аппарат не успевает, допустим, очень жидкий материал. И, кстати, это очень видно, когда вы работаете с грунтовками. Если вы, допустим, работали с краской на давлении, допустим, 110-120 бар и перешли потом на этом же давлении на грунт, на том же самом сопле, то вы можете заметить на аппаратах, особенно без компенсационной колбы, что у вас факел начнет как бы сужаться, расширяться, сужаться, расширяться. То есть, это называется пульсация факела. Почему так происходит? Потому что материал очень жидкий. И поршень не успевает нагнетать достаточного давления. То есть, если компенсационной колбы нет, чтобы убрать вот этот эффект, нужно просто добавить давление. Но опять же, когда мы добавляем давление, мы можем получить излишний туман. То есть, распылять будет очень сильно. Пульсацию уберем, но очень много будет в воздухе взвесе. Вот этот туман нам, в принципе, абсолютно не нужен. Поэтому компенсационная колба в большей степени убирает вот этот вот эффект. Поэтому здесь я советую рассматривать аппараты именно с компенсационной колбой. Дальше, что касается электроники. У меня электроники нет никакой абсолютно. У меня нет компенсационной колбы. У меня полный велосипед. То есть, получается, чтобы убрать пульсацию, мне нужно добавлять давление. Электронного табло нет. То есть, регулировку я произвожу механическим путем и смотрю на манометр. Естественно, какие-то точные значения, промежуточные, там мало видно. Поэтому здесь уже тоже так путем проб и ошибок. Я привык к аппарату, поэтому я уже там все в нем знаю. А с электронным табло вы видите конкретно цифру, какая у вас стоит. То есть, подрегулировали, посмотрели, достаточно. Нужно еще, добавили. Не нужно, не добавляем. Либо, наоборот, убрали давление. Поэтому здесь, конечно, лучше брать с электронным табло, с компенсационной колбой. Но учтите один момент. Когда вы находитесь на стройплощадке, что угодно может произойти. Особенно где-то в общее строе, когда идут какие-то скачки напряжения. Поэтому, чтобы не спалить плату, оплата стоит немалых денег, лучше еще приобрести бесперебойник питания. То есть, вы включили, и вы не будете бояться, что у вас там что-то скачок какой-то произойдет, либо вырубят резко, и у вас там давление упадет, вы там еще что-нибудь наплюете, скажем так, на потолок. Здесь есть такой момент для страховки, особенно дорогих аппаратов. Я тут даже бы не задумывался. Значит, что касается вообще комплектации аппаратов. В принципе, они все идут с похожей комплектацией. Там идет и удочка дополнительная. Как правило, одно сопло, и как правило, это 517 сопло. Особенно в китайцах. Я сейчас за брендовые аппараты пока не буду говорить. Отодвинем это в сторону, потому что там они сразу комплектуются качественными соплами и более-менее нормальными пистолетами. Давайте поговорим за китайцев. Мне как-то написали в комментариях, что выкинь сразу со старта пистолет, который идет с аппаратом. Пистолет выкидывать не нужно. Мой пистолет отработал 4 года. Один раз за 4 года я его разобрал, почистил, то там буквально то, что поналипало, внутри повычищал. Игла в нормальном состоянии. Сам пистолет, в принципе, работает. И китайский работает пистолет. Здесь не в пистолете дело в большей степени. В большей степени дело в соплах. Вот за сопла, да. То есть граковские сопла покупаете сразу. Если вы собрались красить, собрались профессионально работать, то берете граковский соплодержатель и сопла под низкое давление FFLP и спокойно себе красите. Почему? Значит, граковские сопла. Я вам скажу так. Я когда переходил на граковские сопла, естественно, когда мне пришел аппарат, я такой радостный сразу там, вот супер просто сейчас покрашу. И потом я начал понимать, что что-то не то, что-то, ну, какой-то, блин, большой... Льет краски невозможно. Очень сильно, да. Если взять, допустим, 500, там, 14-е сопло китайское и низкого давления FFLP-грака, вот у кого будет такая возможность, да. У меня сейчас просто такой возможности нет. У меня уже все... У меня и китайских сопел вот этих нету, мелких, там, 14-е, десятки. Я не могу вам сейчас наглядно это показать, но вы увидите, насколько вроде бы как и одна и та же, одно и то же диаметр отверстия, но как по-разному работают факелы и насколько в китайце больше выдает материала, несмотря на то, что пишут там и там, допустим, 14-е, и там и 14-е. Плюс еще что в граковских соплах с низким давлением, геометрия сопла тоже чуть другая, там тоже нужно уметь с этим работать. Если кому-то интересно, там, по включению ввода в эксплуатацию безвоздушных аппаратов, на моем канале есть видеообзор по вводу в эксплуатацию аппарата ASPRO 2700, там, о промывке его, кое-какие там моменты о, значит, смене материала, о нанесении, там я показываю, почему ФФЛП сопла надо в две трети красить. Все это есть на моем канале, поэтому не забывайте подписывайтесь на канал. Информации на канале уже собрано довольно достаточно о работе материалов, о каких-то инструментах, оборудовании и так далее. Буду очень рад всех вас видеть на своем канале. И так как заговорили мы уже с вами о соплах, то что же вообще нужно желательно докупить? Если вы с перспективой на будущее, то есть не просто взяли там, чтобы облегчить себе труд, а реально у вас, вы хотите классно дальше работать, повышать качество, то сопла мы покупаем однозначно дальше. Если же все-таки решили сменить пистолет, значит, учтите, что в пистолетах у Грака и пистолетах китайского производства абсолютно разные фильтры. Они по длине разные, там будут и по посадочному другие. Фильтры, которые стоят в ручке пистолета, желательно тоже докупить по пару штук. Они там стоят ерунду. Где-то 2,5 доллара, по-моему, один фильтр стоит. Значит, основные рабочие фильтра, это где-то, что касается красок и грунтовок, 150 меж. Более таких крупных красок, ну, в китайцах, это красные фильтры. 100 меж, это желтый фильтр, это там уже более грубые, какие-то, ну, как по силам, тот же краски такие, потолочки более крупнозернистые. И 60 меж более, вернее, менее используемый этот фильтр, это на какие-то, там клей для стеклохолста можно поставить, там, и так далее. Вот фильтра тоже желательно докупить. По возможности пластификатора, в принципе, хватает надолго, но если есть возможность, возьмите там, при заказе, закажите там дополнительную баночку, чтобы вообще про него забыть. по удочкам. Здесь уже я вам, ну, то есть, вы должны для себя видеть, да, если вы красите постоянно какие-то высоченные объекты, туда, там, удочки можете брать, но учтите, что с удочкой нужно привыкнуть работать. Когда вы проводите кистью на коротком, на короткой дистанции, это один момент, а когда вы удлиняете, то вот небольшая проводка, вот там, она уже будет намного больше, поэтому здесь нужно будет привыкать. И, если решили работать с удочкой, обязательно нужен клиншот. Я с удочками не работаю, я работаю с пистолета, и клиншот себе я не брал. Хотя, не будем зарекаться, но пока я себе клиншот не покупал. для чего вообще нужен клиншот? Клиншот нужен для того, чтобы, когда мы работаем с удочкой, у нас при закрытом пистолете, вот мы отпустили курок, у нас игла закрылась на пистолете, но материал вот в этой части, удочки самой, он остался с потерянным давлением. То есть, когда мы в следующий раз нажимаем на курок, у нас идет резкое давление, и когда вот оно переходит от иглы пистолета, переходит, доходит до соплодержателя с соплом, это получается не резкое раскрытие факела. Сначала у вас будет идти всегда плевок, а потом уже раскрытие факела. Чтобы избежать этих плевков, ставится клиншот. Это такое приспособление, на которое накручивается соплодержатель с соплами. В нем стоит такая же игла, как в пистолете. Он регулируется под ваше давление выставленное, и уже то давление, которое пошло от пистолета, оно нагнетается опять же до клиншота, и клиншот уже раскрывает, убирает иглу, и у вас раскрывается факел сразу же. Поэтому здесь смотрите сами для своих задач. Стоит, клиншот есть только в Грако, в китайцах там в основном есть поворотные механизмы, клиншота у китайцев я не видел. Поэтому такой прибор он как бы стоит денег, именно Граковский. Что еще? Какие-то щеточки меленькие, ёршики, там, я вообще купил себе жесткость щетина и зубную щетку вообще супер справляется. То есть помыть пистолет после покраски, там, сопла, средства я уже в своих видео упоминал, пенцелепесы у Текурилы есть классное средство моющее. Найдите какую-то емкость, перелейте из бутылки, там, литр стоит что-то в районе 5 долларов. Говорю сейчас в долларах, потому что возможно кто-то в России смотрит там на Украине, если я буду говорить в белорусских языках, паритесь там переводить, считать. В долларах более-менее понятно будет. Значит, переливаете в какую-то емкость, перелили, закинули сопло, соплодержатель, потом после даже 50 минут, не 50, а 5-10 минут, достаете сопло, соплодержатель, все, что туда влезло, просто практически можно смыть водой, даже не тереть ничего. Ну, щеткой в трудно доступные места какие-то, вот, ершиками, поэтому это тоже можете сразу взять. Предохранители к аппарату. Значит, у меня шли в комплекте, по-моему, 2 или 3. Не знаю, как в брендовых аппаратах, ложат они или нет, но предохранители пару штучек надо, чтобы были, на всякий случай, чтобы вдруг в процессе где-то работы что-то произошло и там сгорел предохранитель, казалось бы, там открутил, крышку поменял, а его нет. Поэтому предохранители, посмотрите, какой стоит, там, в радиолюбителе или в любом таком магазине, где можно купить, приобретите 1-2 в запас. Какие-то организационные вопросы, раз собрались красить, значит, у вас должна быть защита органов дыхания, по-любому какая-то маска. Если вы работаете не с масляными красками, химическими вещами такими, на основе растворителей, то в принципе вам может хватить и обычной строительной маски, типа 3М с каким-то там можете клапаном взять. Ну, конечно, лучше всего брать маску что-то типа 3Мовскую, с предфильтрами, фильтрами, там уже такие крутые маски типа джеты. если позволяют деньги, в принципе, конечно, лучше взять их. Даже исток, по-моему, синий такой, у меня как-то на каком-то видео я в нем работал, и тот держит так, что запаха не чувствуется абсолютно никакого вообще. Поэтому уже как у вас бюджет, так для себя и смотрите. Но маска должна быть в любом случае. Иначе посадите легкие легко. Потом какой-то защитный костюм легкий. Тоже сейчас на рынке большая масса. И легкие костюмы, и поплотнее там тоже и все это упирается опять же в деньги. Поэтому здесь опять же то, что может себе сейчас приобрести смотрите сами. Защиту тоже нужно одевать, потому что опыл он в воздухе этот опыл он всегда присутствует. Будете все в пыли такой прям стряхивать себя можно. Кепка какая-то, чтобы с кепкой удобнее работать, не так летит в глаза. То есть когда красите где-то потолок, у вас перед вами получается проходит опыл лучше видно, не попадает в глаза. Потому что при покраске потолка очень режет глаз, если вот прямо над собой красишь. Это конечно смотрите за этим тоже. ходули ну тут я привык с ходули я крашу почему я говорил что без склиншота с ходули мне удобнее без склиншота и удочки потому что с ходули мне удобнее но я лучше контролирую так процесс и я крашу как бы перед собой то есть я больше вижу правильно поставили свет отходите красить лучше красить да вот то есть идти на себя идти задом идете и красите не вперед а наоборот назад чтобы вам было видно что вы там вообще накрасили и так по аппаратам по такому основному как бы вроде разобрались да давайте сейчас наверное какие же методы покраски вообще есть здесь наверное сказать методы прям покраски ну скорее всего неправильно будет потому что каждый под себя как-то подстраивается каждый привыкает каким-то образом там там же что только раньше не говорили что надо красить там и крест накрест и чуть ли не по диагонали это это было ну как только начинались начинали люди разбираться сами а у нас же как у нас почему вообще этот ролик решил так снять да потому что у нас то школ никаких же нет каких-то там не знаю хотя бы там какие-то трехмесячные курсы или что-то там еще вообще абсолютно ничего вся информация вот с экрана в принципе да потому что то что есть у нас там какие-то там в Бресте у нас строительные это ПТУ 65 там хорошо если их там вывозят где-то там показывают как что поштукатурить где-то шпаклинуть там валиком покрасить все это это максимум поэтому очень классно что сейчас на ютубе есть масса информации и можно получить и научиться чему-то в принципе вот так вот с монитора телефона или компьютера поэтому рассказываю о том чего к чему пришел я также учился тоже через все вот это прошел и делюсь с вами сейчас своими навыками значит смотрите начинать есть такой момент представим себе комнату квадратную комнату все все красиво не было в факеле всегда присутствует опыл пока краска свежая этот опыл в ней тонет но как только краска покрывается корочкой начинает подсыхать уже опыл ляжет наверх и если вы начнете где-то с какого-то угла и пройдете по кругу всю комнату то когда вы дойдете до угла закончить на соседнюю стену будет попадать опыл если это угол который где-то закроется шкафом вы там знаете заранее у вас есть дизайн проект то в принципе можете смело красить с угла если же нет ищите место какое-то например там максимально невидимое с которого можно начать либо где-то небольшой это участок там небольшое расстояние где-то над окном потому что на контровой свет тоже и сбоку там как ни зайди никто ничего не увидит видно не будет либо где-то там дверь так расположена над дверью начали и там же закончили вот вот есть такой момент я ожегся такой момент и хорошо что там свои пацаны там кое-что другое делали говорят что-то смотри как-то так сбоку зашли а что это такое я начал понимать что это блин а пыл краски даже на ощупь он ощущается а на одном объекте заказчик на колонне вот рукой просто провел говорит что-то шершавое не нравится давай перекрасим перекрашивал поэтому с опылом смотрите откуда начинать уже смотрите по геометрии вашей комнаты где там будет мебель если что-то будет закрываться шкафами вот оттуда начинайте и там же заканчивайте как вообще я крашу я уже тоже в своих видео рассказывал что мы перешли на такой способ как сначала покраска идет стен потом покраска потолка и мы не отклеиваемся вот у нас все подготовлено под покраску к примеру и для того чтобы поклеить стены мы отклеили потолки открасили а потом значит сняли переклеили на стену и открасили нет я крашу я захожу на потолок краской стеновой потом высыхает краска стеновая отклеиваясь по углу и перекрываю краской потолочной перекрываю краску стеновую хорошие краски все это перекрывают это Ralston Supertextmat вообще с одного слоя перекрывает даже насыщенные краски перекрывает и особенно когда вы работаете в помещении уже с наклеенными галтелями плинтусами у меня лично на моем опыте было когда мы еще красили сначала потолки потом стены мы открасили потолок и нам нужно было потолок закрыть чтобы открасить стены а бордюр плинтуса 7 миллиметров и вот вы представляете вы проклеили всю эту пленочку натянули я начинаю красить стены это мне повезло что я закончил уже красить и вот эта краска которая попала на пленку вот эти 7 миллиметров зацепления скотча с торцом нижним плинтуса и краска которая налипла на пленку вес не выдержало скотч и она начала отлипать хорошо что мы успели схватить и так в центр в центр в центр ее собрали ничего нигде там не прошуршало по стенам не испортило нам покраску вот после этого посмотрев как красит тот же Виктор Нищерет как американцы вообще-то красят он показал мы попробовали тоже была такая осторожность я бы сказал даже боязнь что краска потолочная не перекроет у нас то что мы попали на этот самый потолок или на на плинтус там зашли все перекрывает уже я уже не помню сколько уже много уже объектов открашено таким способом и очень классно то есть получается мы под тем же плинтусом к стене проклеились как я проклеиваю да я там прошел скотчем деликатным например подразделение цвета а потом пленкой такой намотанный в рулон со скотчем приклеился уже к этой пленочке опустил все вниз все работает здесь есть еще один момент недавно коллега тоже столкнулся просто перешли на безвоздушник они начали красить и тоже по незнанию он красил в два слоя с просыханием потолок значит штопал стену уже были открашены и он отклеил под плинтусом как я вам сейчас рассказал да то есть разделение цвета ровненько прошел потом пленочку спустил покрасил ушел пришел все просохло зарядил опять аппарат и начал красить второй слой а на пленке краска это тоже высохла но только к пленке она не прилипла как потолку потому что пленка ничего не впитывает и вот он когда дал давлением то вся вот эта шелуха вот эта мелкая она вся на свежий потолок с краской вместе и прилипла в таких случаях есть укрывочная бумага 60 сантиметров шириной 90 вот тогда лучше пройти вот этот участок бумагой а уже к бумаге приклеить пленку потому что бумага на себя напитывает не пропитывает насквозь просто напитывает краска с нее потом не слетит что касается самих методов способов вернее вот этих да кто как там говорит как там я крашу снизу вверх я там крашу от угла до угла слева направо значит если у вас я уже наверное раз третий говорю если у вас все правильно отгрунтовано то не нужно бегать от угла к углу потому что как бы вы не старались бежать от этого угла к углу все равно у вас где-то при ходьбе вот такие движения будут идти если у вас правильно все отгрунтовано выровнена впитываемость уменьшена эта впитываемость то вы стали на одном месте прошлись по углу например если есть возможность начать с угла ну или там прошлись участок какой-то возле сопряжения уже потолка и стены и начали допустим снизу вот сколько рукой достаете вот такой участок прошли перешли дальше да прошли опять такой же участок с перехлёстом правильным где-то сантиметров на 30-40 с переходом и обрывом уже в сторону открашиваете перекрытие в 2-3 факела вот такими участками все стены открашиваете и всё и эта краска сойдётся не будет у вас никаких проблем единственный момент могу сказать сразу что покраска слева направо особенно для начинающих лучше в том плане что если даже вы где-то не привыкли к вот этому 2-3 перекрытия факела под флпшные сопла то у вас не будет забора как если бы вы красили сверху вниз то есть даже если краска немножко где-то заполосит то она заполосит вот такими полосами и ставши там напротив света это практически не видно вот когда вы красите снизу вверх то штахетник сразу видно сразу же это тоже все проверено что касается откуда как вернее начинать покраску почему лучше начинать ее либо где-то с пола либо где-то с воздуха проводку начинать потому что плевочек небольшой плевочек может быть и заканчивать тоже то есть вы видите что прошли 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 до пола и вот в воздух отпустили курок либо где-то в пол засланный естественно или или в угол точно так же старайтесь и начинать красить где-то включать пистолет с воздуха и потом уже выходить на стену на стене не останавливайтесь капельки они они блин всегда летят они из граковских пистолетов летят пусть там в какой-то может быть меньшей степени но есть у меня работают коллеги играка и все равно где-то что-то присутствует когда научишься этому всему то это уже на автомате срабатывает здесь даже задумываться не приходится об этом что касается по свету свет лучше ставить чтобы светил как можно ближе к потолку и на вас и когда вы отходите вот вы идете назад отходите 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 вы видите блик мокрого пятна и не прокрас сразу видно либо где мало краски это сразу видно то есть старайтесь всегда свет ставить так если вы красите стену значит ставьте прожектор помощнее лучше взять какой-нибудь от 50 и выше ставите ближе к стене чтобы опять же ориентировка должна идти вами на мокрое пятно вот вы даже когда открасили уже участок какой-то и при покраске особо не видно что-то было потом отойдите посмотрите сбоку загляните присядьте чтобы у вас было мокрое пятно сплошное не было каких-то темных пятен пропусков и так далее а когда уже открасили стену походите или помощник с вами кто-то есть походите пускай поддержит прожектор посмотрите тоже приседайте лучше конечно все это контролировать сразу пока вы красите потихонечку идем дальше что касается разведения красок всегда на ведрах пишут количество воды которая там на первый слой может идти потом без разведения может идти запомните что сейчас возможно в дальнейшем будут писать сейчас уже есть где пишут там какие сопла под безвоздушник использовать что якобы краску можно нанесить безвоздушника и какие сопла там 517 обычно пишут вы поймите что те люди кто как бы работают они скорее всего не занимаются не скорее всего они не занимаются малярными работами они пишут исходя там попробовали на кусочке ай напыляет напыляет там густую напыляет напыляет а как оно потом по итогу вышло уже там никто не смотрит поэтому до 15 процентов в принципе краски разводить можно где-то такая золотая середина это процентов 10 вот что касается таких там стеновых красок каких-то сатинов да там луи в те курили джокер гармония копорол если взять это там амфиболин замт x7 там и выше вот эти все краски где-то процентов в 10 можете разводить смело что нам дает это мы чуть добавляем водички мы делаем жижек раз она как липкий робот из второго терминатора она тянется друг к другу то есть она больше растекается ее растекаемость увеличивается мы четче подрегулировать можем аппарат мы не занижаем ее прочность таким разведением поэтому вот до 10 процентов можете вернее 10 процентов можете разводить как бы смело краску по соплам под какую что краску я сейчас вам скажу за свой опыт понятное дело что вы все это будете набирать и подбирать уже под себя поэтому тут просто можете послушать вот какие сопла где применяю я все краски с разведением там в 10 процентов стеновые краски вот эти что я назвал сейчас выше я работаю десятыми соплами то есть я на десятке привык работать так что я как бы даже и 12 вот ну не покупал не буду врать и 12 сопло и не пробовал потому что для меня ну если у меня результат 100 процентов классный то для чего мне вот ну менять на 12 если где-то наверное попалась бы такая краска что через 14 сопло она идет с большим расходом а через десятку она не идет ну забивается часто даже с учетом фильтров то скорее всего да я куплю тогда 12 сопло пока пока у меня такого не было то есть вот эти краски это 10 сопло это разведение в 10 процентов давление где-то 110 120 атмосфер по краскам более тяжелым более крупнозернистым как правило это потолочные краски это тот же Капасилан от Капорол это Текурила Сьерромат Текурила Экстра Уайт это премиум Клин Капороловский в общем такие материалы которые идут крупнозернистые я крашу на 14 соплах там давление где-то я выставляю 140 150 ну уже смотрю там по раскрытию факела это вам так для начала вы поймите что всегда нужно делать тестовый выкрас где-то на пленке то есть я вот сейчас сказал вам это не значит что надо бежать все 100% ставить вот такое давление и все я погнал красить не надо сначала проверить а потом красить и так давайте немного по грунтовкам сейчас да пробежимся по спецгрунтам грунт краски пленочные грунты потому что пишут в комментариях а что у меня вот я наношу краску какую же он мне писал наверное премиум клин второй слой или в общем не помню на потолок наносил у человека какую-то краску и говорит мелкие-мелкие пузырики идут спрашиваю чем грунтовали говорит волл праймер под мягкий материал пленочный грунт в чем ошибка в том что у волл праймера пара проницаемость абсолютно минимальная она есть но она очень маленькая окраска у нас мягкая слабая первый слой нанесли ничего не произошло все классно все высохло второй слой нанесли вода из него пошла уперлась в волл праймер деваться некуда пока пройдет туда первый слой не выдержал начал киснуть пошли пузыри поэтому очень важно понимать какой грунт куда лучше применять можно откраситься и мягкими материалами по волл праймеру но тогда нужно красить в один плотный слой либо мокрый по мокрому и вы откраситесь тогда поэтому здесь ну вот такой значит совет по потолкам по мягким каким-то пористым краскам по таким ну как бы слабым да которые могут развалиться работайте через грунт краски научитесь работать там уже как бы красить уже там можете научитесь там по мокрому работать без переливов без ничего можете уже там тогда уже где-то ложить волл праймер чтобы больше растеклось там вау такой вот весь эффект пока как бы советую работаете так по стенам волл праймер то есть смотрите краски которые стеновые сатиновые вот эти краски там это моя фраза стеновые то есть нету такого параметра вот конкретно там стеновая только стена не потолок ни в коем это это лично я так говорю краски более высокой прочности такие как фиболин от копорол там замтексы джокер луя от текурилы в общем стеновые прочные классные краски вот они не развалятся на волл праймере после нанесения второго слоя полимерная химия такая что краска настолько прочная что она просто пока пройдет влага через первый слой волл праймера и первый слой краски она его не развалит поэтому здесь вот такой вот момент это нужно учитывать и смотрите еще такой момент по плентусам потолочным по лепнине всей этой полиуретаны дюрополимеры там композиты это же не впитывающий материал вот не лезьте туда грунт краски если вы пришли на покраску и вы видите что у вас уже вся лепнина поклеена и обклеивать плинтус каждый молдинг там плинтус этот это просто куча времени и денег заказчика берете волл праймер работаете волл праймером по всему этому но красите желательно мокрый по мокрому либо в один плотный слой подбираете тогда уже красочку какую-то тот же Ралстон Супер Текс матка по Силан классно кроет текурила серомат классно то есть краски с высокой укрывистостью и работаете либо в один плотный слой либо мокрый по мокрому но очень аккуратно без перелива мы вот Брест город небольшой да мы здесь друг дружку знаем вот у нас Серега про которого я как-то рассказывал который занимается чистой лепниной у нас уже с ним прям такая договоренность мы наносим везде грунт краску если у нас все красится да а после этого он приходит клеит он приходит клеит лепнину и мы спокойненько потом открашиваемся уже не боясь что у нас что-то где-то там попузырится или грунт краска это вскипит на плинтусе или на молдинге ну и в заключении по укрывке по укрывке я значит есть какие у нас скотчи то есть я пользуюсь вот как-то деликатными скотчами этими мне так понравилось я могу там на следующий день отклеиться по стенам не переживать что у меня сорвёт что-то там опять же у меня всё правильно загрунтовано грунт краска правильная краска ну надо быстро и надо вот на следующий день уже мне красить потолки поэтому деликатные скотчи малярные это розовая тесса это фиолетовый шторм это блю долфин вот эти скотчи очень четко работают вот три варианта этих можете применять и то они применяются только при переходе цвета когда нам надо там потолок со стеной где-то разделить цвета ну либо там по стенам либо где-то по углам откосов вот в таких местах то есть там где нужно клеить на краску дальше с бумагой без бумаги работать я уже сказал и рулончики со скотчем пленки для укрывки уже основной площади все это что касается всей этой укрывки с ходули классно очень отклеивать не надо слезать каждый раз с этой стемянки там какие-то танцы встал на ходули прошелся по периметру одним скотчем потом там бумагу приклеил второй и там отклеился пленка если бумага не нужна то вообще сразу отклеивается в принципе нормально быстро ну что ж я думаю что максимально все что я мог я рассказал по вот этому всему огромному такому безвоздушному способу нанесения по аппаратам по всем вот этим процедурам которые смог вспомнить поэтому если информация была полезной конечно же ставьте пальцы вверх не забывайте подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы получать уведомления и не пропустить все самое интересное а с вами был канал просим Норбрест меня зовут Юрий всем пока субтитры Продолжение следует...